Параграф 27. Она должна отыскать для всех явлений в природе причины, то есть обстоятельства, при которых они непременно наступают, а затем многообразные явления, сопровождаемые различными обстоятельствами, она должна свести к тому, что действует в каждом явлении и предполагается его причиной к изначальным силам природы, строго разграничивая, происходит ли различие в явлении от различий в силе или же только от различия в обстоятельствах, при которых обнаруживается сила, и равным образом остерегаясь считать проявлением разных сил то, что служит обнаружением одной и той же силы, но при различных обстоятельствах, как и наоборот, остерегаясь считать обнаружением одной и той же силы то, что первоначально принадлежит разным силам. Для этого и нужна непосредственно способность суждения Вот почему так мало людей, способных расширить в физике понимание, но все могут расширить в ней опыт Лень и невежество порождают склонность к поспешным ссылкам на изначальные силы, что находит иронически преувеличенное выражение в схоластических бытийности и сущности вещей Я меньше всего хотел бы способствовать их возрождению Ссылаться вместо физического объяснения на объективацию воли также нельзя, как и ссылаться на творческую мощь Бога Ибо физика требует причин, а воля никогда не может быть причиной Ее отношение к явлению строится совсем не по закону основания, но то, что в себе есть воля, то с другой стороны существует как представление, то есть служит явлением Как таковое оно следует законам, составляющим форму явления Например, каждое движение, хотя оно всегда есть проявление воли, должно все-таки иметь причину, из которой его можно объяснить по отношению к определенному времени и месту То есть не вообще, не по его внутренней сущности, а как отдельное явление Это причина механическая в случае камня, мотив в движении человека, но ее не может не быть Напротив, всеобщая, единая сущность всех явлений определенного рода, та предпосылка, без которой причинное объяснение не имело бы смысла и значения Это всеобщая сила природы, которая в физике должна оставаться квалитас оккульта, потому что здесь кончается и теологическое объяснение и начинается метафизическое Но цепь причины действий никогда не прерывается изначальной силой, на которую можно было бы ссылаться Она никогда не восходит к такой силе, как своему первому звену Самое близкое звено цепи, как и самое отдаленное, одинаково предполагает изначальную силу, а иначе они ничего не могли бы объяснить Ряд причин и действий может быть проявлением самых различных сил, последовательным обнаружением которых он руководит, как я это пояснил выше на примере металлической машины Но различия этих изначальных, невыводимых друг из друга сил, совсем не прерывает единство цепи причин и связи между всеми ее звеньями Этеология природы и философия природы никогда не мешают друг другу, а идут рука об руку, рассматривая один и тот же предмет с различных точек зрения Этеология дает отчет о причинах, которые необходимо вызвали отдельное явление, подлежащее объяснению и раскрывает в качестве основы всех своих объяснений всеобщие силы, действующие во всех этих причинах и результатах Она точно определяет эти силы, их количество, их отличия и, наконец, все те действия, где каждая сила, сообразно различию обстоятельств, различно проявляются в постоянном соответствии с присущим ей характером, развиваемым ею по неуклонному правилу, которое называется законом природы Как только физика полностью осуществит все это и во всех отношениях, она достигнет своего совершенства Тогда не останется в неорганической природе ни одной неизвестной силы, ни одного действия, которое не было бы раскрыто как проявление одной из этих сил, возникающее при определенных условиях согласно закону природы И все-таки закон природы останется только подмеченным у природы правилом, согласно которому она действует всякий раз при наступлении известных условий Поэтому закон природы можно все же определить как обобщенный факт «anfe generalis» И законченное изложение всех законов природы было бы лишь полным регистром фактов Рассмотрение всей природы завершается далее морфологией, которая перечисляет, сравнивает и распределяет все постоянные формы органической природы О причине возникновения отдельных существ она мало что может сказать, ибо такой причиной служит у всех рождение, теория которого существует сама по себе и в редких случаях самозарождение К последнему, строго говоря, относится и тот способ, каким все низшие ступени объектности воли, то есть физические и химические явления, обнаруживаются в отдельных случаях И указание условий этого обнаружения и составляет задачу идеологии Философия же рассматривает всюду, а значит и в природе, только всеобщее Изначальные силы сами выступают ее предметом, и она познает в них различные ступени объективации воли, составляющей внутреннюю сущность, в себе этого мира, который она, отвлекаясь от воли, считает лишь представлением субъекта Если же идеология, вместо того, чтобы прилагать путь философии и подтверждать ее учения примерами, думает, напротив, что цель ее отвергать все изначальные силы за исключением какой-либо одной, самой общей, например, непроницаемости И, воображая, что она вполне поняла эту силу, старается насильственно свести к ней все остальные, то она сама лишает себя своей опоры и может вместо истины давать только заблуждение Содержание природы вытесняется тогда формой, влиянию обстоятельств приписывается все, внутренней сущности вещей не остается ничего Если бы такой путь действительно приводил к успеху, то, как уже сказано, загадку мира разрешала бы, в конце концов, арифметическая задача Но именно на этот путь вступают, когда, как уже упомянуто, всякое физиологическое действие хотят свести к форме и составу, например, к электричеству, его, в свою очередь, к химизму, а химизм – к механизму Последнюю ошибку совершали, например, Декарт и все атомисты, сводившие движение мировых тел к толчку некоего флюида А качество – к сочетанию и форме атомов, и старавшиеся все явления природы объяснить как простые феномены непроницаемости и сцепления Хотя от этих взглядов отказались, однако в наши дни точно так же поступают физиологи электрического, химического и механического направления Которые упорно хотят объяснить всю жизнь и все функции организма из формы и состава его элементов Что целью физиологического объяснения является сведение органической жизни к всеобщим силам, изучаемым физикой Это высказано еще в архиве физиологии Меккеля И Ламарк в своей «Философии зоологии», том 2, глава 3, считает жизнь простым действием теплоты и электричества Теплоты и электрической материи вполне достаточно для того, чтобы образовать вместе сущностную причину жизни Согласно этому, теплота и электричество должны, собственно, быть вещью в себе, а животный и растительный мир – ее проявлением Нелепость этого мнения резко выступает на 306-й странице названной книги Известно, что в новейшее время все эти с треском провалившиеся воззрения вновь выступили с неслыханной дерзостью Если присмотреться к ним, то в конечной основе их лежит предположение, будто организм – это лишь агрегат проявлений физических, химических и механических сил Которые, случайно сойдясь здесь, создали организм как игру природы, без дальнейшего смысла Согласно такому взгляду, организм животного или человека, рассматриваемый философски, не есть выражение особой идеи То есть он не представляет сам, непосредственно, объектность воли на определенной высокой ступени Но в нем проявляются лишь те идеи, которые объективируют волю в электричестве, в химизме, в механизме Организм, следовательно, также случайно слит в одно целое совпадением этих сил, как и фигуры людей и животных из облаков или сталактитов И потому сам по себе он малоинтересен Мы сейчас увидим, насколько физические и химические объяснения организма в известных пределах все-таки законны и полезны Я покажу, что жизненная сила, несомненно, пользуется силами неорганической природы, употребляет их Но ни в каком случае не состоит из них, как не состоит кузнец из молота и наковальни Поэтому никогда нельзя будет объяснить из них, например, из капиллярной силы и эндосмоса Даже столь простой жизни, как жизнь растений, не говоря уже о животных Следующее соображение проложит нам путь к этому довольно трудному исследованию Согласно всему сказанному, естествознание заблуждается, желая свести все высшие ступени объективации воли к низшим Ибо непризнание и отрицание изначальных и самостоятельных сил природы столь же ошибочно, как и необоснованное допущение особых сил там, где на самом деле имеется лишь специфический способ проявления уже известных сил Поэтому справедливо говорит Кант, что нелепо ожидать Ньютона Былинки То есть такого человека, который свел бы Былинку к проявлениям физических и химических сил И показал бы, что она представляет собой их случайное сращение То есть простую игру природы, где совсем не проявляется самостоятельная идея Другими словами, где воля не обнаруживается непосредственно на высшей и особой ступени А предстает лишь такой, какой она выступает в явлениях неорганической природы И только случайно, в форме Былинки Схоластики, которые ни за что не допустили бы ничего подобного Совершенно справедливо сказали бы, что это было бы полным отрицанием форма субстанциалис И неизведением ее к форма акциденталис Ибо аристотелевская форма субстанциалис Означает как раз то, что я называю степенью объективации воли в известной вещи Однако, с другой стороны, нельзя упускать из виду, что во всех идеях, то есть во всех формах органической природы Раскрывается, то есть принимает форму представления, объектности, одна и та же воля Ее единство должно поэтому высказывать себя внутренним родством всех ее явлений Последнее раскрывается на более высоких ступенях ее объективации, где все явление яснее То есть в растительном и животном царствах Всеобщей аналогией всех форм, основным типом, повторяющимся во всех явлениях Он сделался поэтому руководящим принципом прекрасных зоологических систем, созданных в этом столетии французами Наиболее полно он проводится в сравнительной анатомии, как единство плана, единообразие анатомического элемента Поиски его были главным занятием или, во всяком случае, наиболее похвальным стремлением натурфилософов шеллинговской школы И последние в этом отношении имеют даже известную заслугу, хотя во многих случаях их погоня за аналогиями в природе вырождается в игру слов Они справедливо указывали на это всеобщее родство и фамильное сходство также и в идеях неорганической природы Например, между электричеством и магнетизмом, тождество которых было впоследствии установлено Между химическим влечением и тяжестью и тому подобное Особенно они указывали на то, что полярность, то есть распадение силы на две качественно различные, противоположные и стремящиеся к воссоединению деятельности Которая большей частью выражается и пространственно, расхождением в противоположные стороны Полярность составляет основной тип почти всех явлений природы, от магнита и кристалла до человека В Китае, однако, познание этого получило распространение с древнейших времен в учении о противоположности инь и ян И так как все вещи мира – это объектность одной и той же воли и потому тождественны между собой в своем внутреннем существе То в них не только должна быть эта явная аналогия и не только в каждом несовершенстве должны обнаруживаться след, намек, задаток ближайшей и более высокой степени совершенства Но и ввиду того, что все эти формы свойственны только миру как представлению Мы можем допустить, что уже в самых общих формах представления, в этом подлинном и главном устое мира явлений, то есть в пространстве и времени Можно найти и указать основной тип, намек, задаток всего того, что наполняет эти формы По-видимому, смутная мысль об этом послужила источником кабалы и всей математической философии пифагорейцев, а также и китайцев в Идзин Да и в Шеринговской школе, в ее многообразном стремлении раскрыть аналогию между всеми явлениями природы Встречаются некоторые, правда неудачные, попытки вывести законы природы из одних лишь законов пространства и времени Впрочем, нельзя знать, в какой степени чей-либо гениальный ум осуществит когда-нибудь оба стремления Хотя никогда не следует упускать из вида разницы между явлением и вещью в себе И поэтому никогда нельзя превращать тождество объективированной во всех идеях воли Ибо она имеет определенные ступени своей объектности В тождество самих отдельных идей, в которых она проявляется То есть, например, химическое или электрическое притяжение никогда нельзя сводить к притяжению силой тяжести Хотя бы и была опознана их внутренняя аналогия И в первых можно было видеть как бы высшие потенции последней Хотя равным образом и внутренняя аналогия в строении всех животных Не дает права смешивать их роды, отождествлять или считать их более совершенной роды разновидностями менее совершенных Хотя, наконец, и физиологические функции никогда не могут быть сведены к химическим и физическим процессам Но для оправдания этого метода в известных пределах Можно с большой степенью вероятности допустить следующее Если многие из проявлений воли на низших ступенях ее объективации То есть в неорганическом мире вступают между собою в борьбу Ибо каждая, направляясь причинностью, стремится овладеть наличной материи То из этого соперничества возникает проявление высшей идеи Которая побеждает все прежние, менее совершенные Но побеждает так, что допускает сохранение их сущности в подчиненном виде Сама принимая в себя некоторую аналогию ее Такой процесс становится понятным лишь из тождества, проявляющейся во всех идеях воли И из ее стремления ко все более высокой объективации Поэтому мы видим, например, в отвердении костей явную аналогию кристаллизации Которая первоначально царила над известью Хотя о костянине никогда не может быть сведено к кристаллизации Слабее проявляется аналогия в отвердении мяса Состав соков в животном теле и секреция Тоже представляют собой аналогию химическому соединению и выделению Даже законы последних еще действуют здесь Но в подчиненном и сильно модифицированном виде Побежденные высшей идеей Более совершенная идея, возникающая из такой победы над несколькими идеями Или объективациями воли Именно тем, что от каждой побежденной Она принимает в себя более высокую по степени аналогию Приобретает совершенно новый характер Воля объективируется на новый, более явный лад А именно, появляется сперва через генератио-оковойка А затем через ассимиляцию с данным зародышем Органический сок, растение, животное, человек Итак, из борьбы низших проявлений возникает высшее Которое их все поглощает Но которое и осуществляет в более высокой степени стремление всех Таким образом, уже здесь господствует закон Если змея не зажрет змеи, то не вырастет дракон Я очень хотел бы, чтобы ясностью изложения Мне удалось одолеть свойственную содержанию этих мыслей темноту Но я очень хорошо вижу, что мне должно прийти на помощь Собственное размышление читателя Чтобы я вообще был понят и понят правильно Согласно моей точке зрения В организме можно указать следы химической и физической деятельности Но его никогда нельзя объяснить из них Ибо он представляет собой вовсе не феномен Возникший из объединенного действия таких сил То есть случайно А высшую идею, которая подчинила себе низшие Посредством порабощающей ассимиляции Так как объективирующая себя во всех идеях единая воля В своем стремлении к возможно более высокой объективации Жертвует здесь низшими ступенями своего проявления после их борьбы Чтобы тем могущественнее проявиться на более высокой ступени Нет победы без борьбы Высшая идея или объективация воли Может проявиться, только одержав победу над низшими Но она испытывает их противодействие Так как, хотя и покоренные Они все еще продолжают стремиться к независимому И полному обнаружению своей сущности Подобно тому, как магнит, уже поднявший кусок железа Продолжает вести борьбу с тяжестью Которая, как самая низшая объективация воли Имеет в первую очередь право на материю этого железа И подобно тому, как магнит даже усиливается в этой вечной борьбе Потому что сопротивление как бы заставляет его больше напрягаться Так и всякое проявление воли В том числе и обнаруживающееся в человеке Выдерживает долгую борьбу со множеством физических и химических сил Которые в качестве низших идей Имеют первичное право на данную материю Вот почему опускается рука Которую, одолевая тяжесть, долго держали поднятой Вот почему столь часто нарушается отрадное чувство здоровья Выражающее победу идеи самосознательного организма Над физическими и химическими законами Которые первоначально властвовали над соками тела И, собственно, это чувство всегда сопровождается Известным, более или менее значительным недомоганием Последнее вытекает из противодействия названных сил И вследствие него уже растительный момент нашей жизни Всегда связан с легким страданием Вот почему и пищеварение подавляет все животные функции Оно призывает всю жизненную силу Чтобы путем ассимиляции Одолеть химические силы природы Отсюда и вообще проистекают тяготы физической жизни Неизбежность сна И, наконец, смерти Ибо рано или поздно покоренные силы природы Пользуясь благоприятными условиями Отвоевывают у изнуренного постоянным успехом организма Отторгнутую от них материю И достигают беспрепятственного проявления своей сущности Можно поэтому сказать, что всякий организм Представляет идею, отражением которой он служит Только лишившись предварительно той части своей силы Какая тратится на преодоление низших идей Оспаривающих у него материю По-видимому, это представлялось якобы Бемме Когда он в одном месте говорит Что, собственно, все тела людей и животных Даже все растения наполовину мертвы Смотря по тому, в какой степени Удается организму преодолеть силы природы Выражающие более низшие ступени объектности воли Он становится более или менее совершенным выражением своей идеи То есть стоит ближе к идеалу, которому в его роде присуща красота Или дальше от него Так мы повсюду видим в природе соперничество Борьбу, непостоянство победы И впоследствии мы поймем, что в этом заключается Свойственная воле раздвоения в себе самой Каждая ступень объективации воли Оспаривает о другой материю, пространство, время Постоянно пребывающая материя Беспрерывно должна менять свою форму Ибо направляемые причинностью Механические, физические, химические, органические явления Жадно стремясь к обнаружению Отторгают одна у другой материю Каждая хочет раскрыть свою идею Это соперничество можно проследить во всей природе И она даже существует только благодаря ему Воли бы не было в вещах борьбы Все было бы единым, как говорит Эмпедокл Аристотель – метафизика Ведь самое это соперничество Лишь проявление свойственного воли Раздвоения в самой себе Наиболее явно выражается эта всеобщая борьба В животном царстве Оно питается царством растений И в нем самом, в свою очередь, каждое животное Становится добычей и пищей другого То есть должно уступать ту материю Которой выражалась его идея Для выражения другой идеи Потому что всякое животное Может поддерживать свое существование Только посредством Беспрестанного уничтожения других Таким образом, воля к жизни Всюду пожирает самое себя И в разных видах Служит своей собственной пищей И, наконец, род человеческий В своей победе над всеми другими Видит в природе фабрикат Для своего потребления Но и этот род Как мы поймем это в четвертой книге С ужасающей ясностью Являет в самом себе ту же борьбу То же самораздвоение воли И становится Человек человеку волк И ту же борьбу То же порабощение Мы встречаем и на низших ступенях Объектности воли Многие насекомые Особенно их невмоны Кладут свои яйца на кожу Даже в тело личинок Других насекомых Медленное уничтожение которых Первое дело Выползающего потомства Молодой полип Вырастающий в форме ветви Из старого И впоследствии Отделяющийся от него Еще сидя на нем Уже борется с ним Из-за добычи Так что один Вырывает ее Изо рта у другого Но самый яркий пример В этом отношении Представляет Австралийский муравей-бульдог Если его разрезать Начинается борьба Между отдельными частями Головой и хвостом Первая Нападает своими челюстями А последняя Храбро отражает ее Своими уколами Борьба обыкновенно Продолжается Около получаса Пока части Не замрут Или пока их Не оттащат Другие муравьи Это явление Повторяется Каждый раз На берегах Миссури Встречаются Иногда Могучие дубы Которые до такой степени Обвиты И скованы По стволу И всем сучьям Колоссальной Лозой Дикого винограда Что как бы Задыхаются Под нею И обречены На увядание То же самое Можно наблюдать Даже на низших Ступенях Например Там где В силу органической Ассимиляции Вода и уголь Превращаются В растительный сок А растения И хлеб В кровь И так это бывает Всюду Где действие Химических сил Низводится На подчиненную роль И происходит Животное выделение Секреция То же наблюдается И в неорганической Природе Например Осаждающиеся Кристаллы Встречаются Между собой Перекрещиваются И до того Мешают друг другу Что не могут Представить Чисто кристаллизованной Формы Когда почти Каждая дуга Запечатляет На себе Эту борьбу воли На столь низкой Ступени Ее объективации Или магнит Навязывает железу Свою магнитную силу Чтобы и здесь Проявить свою идею Или гальванизм Побеждает Химические сродства Разрушает Самые прочные Соединения До того Нарушает Химические законы Что кислота Разложившаяся У отрицательного Полюса соли Вынуждена Достигать Положительного полюса Не вступая В соединение Со щелочами Которые она Встречает На своем пути И даже Не смеет Окрашивать В красный цвет Попавшийся Ей Лакмус Или гальванизм Побеждает Химические сродства Разрушает Самые прочные Соединения До того Нарушает Химические законы Что кислота Разложившаяся У отрицательного Полюса соли Вынуждена Достигать Положительного Полюса Не вступая В соединение Со щелочами Которые она Встречает На своем пути И даже Не смеет Окрашивать В красный цвет Попавшийся Ей Лакмус В больших размерах Это обнаруживается В отношении Между центральным Телом И планетой Последнее Несмотря на свою Разнообразную Зависимость Все еще Сопротивляется Подобно Химическим силам В организме Отсюда Возникает То постоянное Соперничество Между центростремительной И центробежными Силами Которая Сохраняет Движение Мироздания И само Уже Выражает Собой Ту всеобщую Борьбу Присущую Явлением Воли Которую Мы здесь Рассматриваем Ибо Ввиду Того Что Всякое Тело Надо Рассматривать Как Проявление Воли А Самая Воля Необходимо Выражается Как Стремление Изначальным Состоянием Каждого Шарообразного Мирового Тела Должен Быть Не покой А движение Поступательное Беспрерывное Бесцельное Стремление В бесконечное Пространство Этому Не противоречит Ни закон Инерции Ни закон Причинности Ибо В силу Первого Для материи Как таковой Безразличны И покой И движение А потому Ее первоначальным Состоянием Одинаково Может быть Как движение Так и покой Так что Встречая Ее В движении Мы не имеем Основания Предполагать Что движению Предшествовало Состояние Покоя И спрашивать О причине Наступившего Движения Как и наоборот Если бы мы Нашли ее В покое Мы не имели Бо основания Предполагать Предшествовавшее Покою Движение И спрашивать О причине Его прекращения Поэтому Не следует Искать Первого Толчка Для центробежной Силы Она является В планетах По гипотезе Канта и Лапласа Остатком Первоначального Круговращения Центрального Тела От которого Отделились Планеты При его Сжатии Самому же Этому Телу Присуще Движение И оно Все еще Вращается И в то же Время Мчится В бесконечном Пространстве Или Быть может Циркулирует Вокруг Большего Нам Невидимого Центрального Тела Такой Взгляд Вполне Согласуется С гипотезой Астрономов О центральном Солнце Как и с Замеченным Перемещением Всей нашей Солнечной Системы И Быть может Всей группы Звезд Вместе с Центральным Солнцем Перемещение Которое В бесконечном Пространстве Теряет Конечно Всякий Смысл Движение В абсолютном Пространстве Не отличается От покоя И этим Как уже Непосредственно Своим Бесцельным Стремлением И полетом Становится Выражением Той Ничтожности Того Отсутствия Конечной Цели Которое Мы в конце Этой Книги Должны Будем Признать В стремлении Воли Во всех Ее Проявлениях Поэтому Опять-таки Бесконечное Пространство И бесконечное Время Должны Быть Самыми Общими И основными Формами Всех Явлений Воли Какие Только Есть Для выражения Ее Сущности Междуусобную Борьбу Всех Явлений Воли Мы можем Наконец Заметить И в чистой Материи Взятой В качестве Таковой Поскольку Сущность Ее Явления Правильно Названа Кантом Как Сила Отталкивания И Притяжения Так что И самое Существование Ее Связано С борьбой Противоположных Сил Отвлечемся От всего Химического Разнообразия Материи Или Перенесемся Своей Мыслью В цепи Причин И действий Туда Где еще Нет химического Различия И тогда У нас Останется Чистая Материя Шарообразный Мир Жизнь Которого То есть Объективация Воли Состоит В упомянутой Борьбе Между силами Притяжения И отталкивания Первая В виде Тяжести Со всех Сторон Стремиться К центру Вторая В виде Непроницаемости Противодействует Ей Своей Инерции Или Упругостью И эти Постоянный Натиск И отражение Можно Рассматривать Как объектность Воли На самой Низшей Ступени Уже Там Они Выражают Ее Характер Так На этой Низшей Ступени Мы Видим Что Воля Проявляется Как Слепое Влечение Как Темный Глухой Порыв Далекий От Всякой Непосредственной Познаваемости Это Самый Простой И Самый Слабый Род Ее Объективации Таким Слепым Влечением Таким Бессознательным Порывом Она Однако Является Еще Во всей Неорганической Природе Во всех Первоначальных Силах Которыми Занимаются Физика И химия Стараясь Их Открыть И познать Их Закон И И каждая Из которых Предстает Перед нами В миллионах Совершенно Однородных И закономерных Явлений Не носящих На себе Никакого Следа Индивидуального Характера Она только Множится Во времени И пространстве То есть Силой Принципиум Индивидуатионис Как гранями Стекла Многократно Повторяется Изображение Объективируясь От ступени К ступени Все отчетливее Воля Однако И в растительном Царстве Где связью Ее явлений Служат Уже не собственно Причины А раздражители Действует Еще вполне Бессознательно Как темная Движущая Сила Такова Она еще Наконец И в растительном Моменте Животного Явления Воспроизведении И развитии Каждого Животного И в поддержании Его внутренней Экономии Там все еще Только раздражители Необходимо Определяют Проявление Воли Все более Высокие Ступени Объектности Воли Приводят Наконец К такой Точке Где Индивид Представляющий Идею Уже не мог Бы получать Необходимый Для ассимиляции Пищи Посредством Одних Движений Благодаря Раздражителям Ибо Такого Раздражителя Надо было Бы Выжидать А пища Между тем Здесь Определена Специальнее И При возрастающем Разнообразии Явлений Сутолока И смятение Сделались Так велики Что эти явления Мешают Друг другу И случайность От которой Должны ожидать Для себя Пищи Особи Движимые Одними Лишь Раздражителями Здесь Была бы Слишком Неблагоприятно Пищи Пищи Надо Искать Ее Надо Выбирать С того Момента Когда Животное Покидает Оболочку Яйца Или Материнской Утробы В которой Оно Бессознательно Прозебало Поэтому Здесь Становятся Необходимыми Движения По мотивам И Ради него Познание Которое И появляется На этой ступени Объективации Воли В качестве Вспомогательного Средства Для поддержания Индивида И продолжения Рода Оно Появляется Представленное Мозгом Или Большим Ганглием Подобно Тому Как и Всякое Другое Стремление Или Назначение Объективирующейся Воли Репрезентируется В каком Либо Органе То есть Обнаруживает Себя Для представления В виде Органа Но Вместе С этим Вспомогательным Средством Сразу Возникает Мир Как Представление Со всеми Своими Формами Объектом И Субъектом Временем Множественностью И Причинностью Мир Показывает Теперь Свою Вторую Сторону До сих пор Он был Только Волей Теперь Он Становится И Представлением Объектом Познающего Субъекта Воля Которая До сих пор В потемках Следовала Своему Порыву Очень Уверенно И Безошибочно Зажигает Себе На этой Ступени Свет Как Средство Необходимое Для того Чтобы Уничтожить Вред Который В ее проявлении Мог бы Возникнуть Именно Для самых Совершенных Из них Непогрешимая Правильность И закономерность С которой Воля Действовала До сих пор В неорганической И чисто Растительной Природе Основывались На том Что она Созидала Только в своей Изначальной Сущности Как слепое Влечение Воля Без помощи Но и без Помехи Со стороны Второго Совершенно Иного Мира Мира Как представление Который Хотя и Служит Лишь Отпечатком Ее Собственного Существа Но все же Имеет Совсем Другую Природу И теперь Вторгается В сцепление Ее Явлений Вот почему Отныне Исчезает Ее Непогрешимая Уверенность Животные Подвержены Иллюзии Другие стороны в действиях животных, руководимых наглядным познанием и его мотивами, мы находим и другие действия, протекающие без этих мотивов, то есть с необходимостью слеподействующей воли. Таковы художественные порывы, не руководимые ни мотивом, ни познанием. Они, однако, имеют вид, будто их создания осуществляются даже в силу отвлеченных, разумных мотивов. Другой, противоположный факт, мы встречаем там, где, наоборот, свет познания проникает в мастерскую слеподействующей воли и озаряет растительные функции человеческого организма в магнетическом ясновидении. Наконец, там, где воля достигает самой высокой степени своей объективации, уже недостаточно появившегося у животных рассудочного познания, которое получает данные от чувств, откуда происходит простое созерцание, ограниченное настоящим. Человек — это сложное, многостороннее, способное к развитию, исполненное потребностей и доступное бесчисленным ударом существо, чтобы отстоять свое бытие, должен был получить свет двойного познания. К его наглядному познанию должна была присоединиться как бы его повышенная степень, рефлексия, разум как способность к абстрактным понятиям. Вместе с ним появились обдуманность, которая обозревает будущее и прошлое, и как ее результат — размышление, заботливость, способность к преднамеренной, независимой от настоящего деятельности. Наконец, вполне ясное осознание решений собственной воли как таковых. Если уже вместе с наглядным познанием зародилась возможность иллюзии и обмана, отчего и нарушилась прежняя непогрешимость бессознательного влечения воли, и на помощь познанию в руководимую им область должны были прийти инстинкт и художественный порыв, как бессознательное обнаружение воли, то с появлением разума эта уверенность и безошибочность обнаружений воли, которая на противоположном полюсе в неорганической природе выражается даже в виде строгой закономерности, почти совершенно исчезает. Инстинкт совершенно отступает назад. Размышление, которое должно теперь все возместить собою, порождает, как объяснено в первой книге, неуверенность и колебания, становится возможным заблуждение, которое во многих случаях мешает адекватной объективации воли в действиях. Ибо хотя воля и принимает уже в характере свое определенное и неуклонное направление, в соответствии с которым само желание, побуждаемое мотивами, наступает неизменно, все-таки заблуждение может исказить ее проявление, потому что в этом случае иллюзорные мотивы влияют на подобие действительных, уничтожая их. Сколастики справедливо поэтому говорили, конечная причина действует не по своей реальной сущности, а по сущности познанной. Так бывает, например, когда предрассудок представляет вымышленные мотивы, побуждающие человека к таким действиям, которые совершенно противоположны нормальному проявлению его воли при данных обстоятельствах. Агамемнон ведет на заклание свою дочь, скупец раздает милостыню из чистого эгоизма в надежде на будущее вознаграждение старицей и тому подобное. Таким образом, все познание вообще, как разумное, так и чисто наглядное, первоначально возникает из самой воли, относится к существу высших ступеней ее объективации в качестве простого средства к поддержанию индивида и рода, подобно всякому органу тела. Изначально предназначенное для служения воли, для осуществления ее целей, оно почти целиком и полностью служит ей, у всех животных и почти у всех людей. Тем не менее, мы увидим в третьей книге, как у отдельных людей познание может освободиться от этой служебной роли, сбросить свое ермо и, свободное от всяких целей и желания, существовать само по себе, как зеркало мира, откуда и возникает искусство. Наконец, в четвертой книге мы увидим, как подобное знание, если оно оказывает обратное воздействие на волю, может привести к ее самоуничтожению, то есть к резиньяции, которая является конечной целью и сокровенной сущностью всякой добродетели и святости, является освобождением от мира. Параграф двадцать восьмой Мы рассмотрели великое многообразие и различие явлений, в которых объективируется воля. Мы видели их междоусобную борьбу, бесконечную и непримиримую. Но согласно всему нашему прежнему анализу, самая воля, как вещь в себе, вовсе не заключается в этой множественности, в этой смене. Различия идей, платоновских, то есть ступеней, объективации, множественность индивидов, в которых проявляется каждая из них, борьба форм за материю, все это не касается воли, а выступает только способом ее объективации и лишь благодаря последней имеет косвенное отношение к воле, в силу которого и служит выражение ее сущности для представления. Как волшебный фонарь показывает много различных картин, но при этом один и тот же огонь делает их все видимыми, так во всех многообразных явлениях, которые в своей рядоположности наполняют собою весь мир и в качестве событий вытесняют друг друга, является только единая воля, и все предстает ее видимостью, объектностью, а она остается неподвижной в этой смене. Только воля есть вещь в себе. Всякий же объект – это явление, феномен, говоря языком Канта. Хотя в человеке, как идее, платоновской, воля обретает самую ясную и совершенную объективацию, тем не менее последняя сама по себе не могла выразить всей сущности воли. Чтобы появиться в своем надлежащем значении, идея человека не могла выступать одинокой и изолированной. Она должна была пройти в сопровождении нисходящих ступеней через все формы животных, через царство растений, вплоть до неорганического мира. Все они лишь восполняют одна другую до полной объективации воли, и они также предполагаются идеей человека, как цветы дерева предполагают листья, ветви, ствол и корни. Они образуют пирамиду, вершина которой – человек. Для того, кому нравится сравнение, можно сказать, явление их столь же необходимо сопровождает явление человека, как полный свет сопровождается постепенными градациями всех полутеней, благодаря которым он теряется во тьме. Или можно назвать их «отзвуком человека» и сказать «животное и растение – нисходящая квинта и терция человека, неорганическое царство – нижняя октава». Но вся меткость этого последнего сравнения уяснится для нас лишь тогда, когда мы в следующей книге постараемся проникнуть в глубокую значительность музыки и поймем, как мелодия, развивающаяся в стройном сочетании высоких подвижных звуков, может рассматриваться в известном смысле как изображающая собою жизнь и стремление человека, обретающие строй благодаря рефлексии, между тем как бессвязные голоса сопровождающих инструментов и медлительный бас, из которого вытекает необходимая для полноты музыки гармония, служат отображением остальной животной и бессознательной природы. Но об этом я скажу в своем месте, где это не будет уже звучать так парадоксально. Мы находим, однако, что эта внутренняя, неотделимая от адекватной объектности воли, необходимость лестницы ее проявлений, в целостности их самих, выражена и внешней необходимостью, а именно той, в силу которой человек нуждается в животных для своего самосохранения. Они ступень за ступенью нуждаются одно в другом, а затем и в растениях, которые, в свою очередь, нуждаются в почве, воде, химических элементах и их сочетании, в планете, солнце, вращении и движении вокруг солнца, в наклонении эклиптики и так далее. В сущности, это происходит от того, что воля должна пожирать самое себя, ибо кроме нее нет ничего, и она есть голодная воля. Отсюда суета, тоска и страдание. Подобно тому, как познание единства воли в качестве вещи в себе, в бесконечном различии и многообразии явлений только и дает истинный ключ к удивительной, очевидной аналогии всех созданий природы, к тому семейному сходству, которое заставляет видеть в них вариации на одну и ту же несообщенную тему, так равным образом ясное и углубленное познание той гармонии, той существенной связи всех частей мира, той необходимости их постепенного строя, который мы только что рассматривали, это познание дает нам верное и достаточное понимание внутренней сущности и смысл той неоспоримой целесообразности всех органических созданий природы, которую мы даже априори предполагаем при их рассмотрении и обсуждении. Это целесообразность двоякого рода, отчасти внутренняя, то есть такое стройное согласование всех частей отдельного организма, что из него вытекает сохранение этого организма и его рода, которое и предстает целью такого строя. Отчасти же это целесообразность внешняя, а именно отношение неорганической природы к органической вообще или отдельных частей органической природы друг к другу. Отношение, которое делает возможным сохранение всей органической природы или же отдельных пород животных, и поэтому представляется, на наш взгляд, средством к этой цели. Внутренняя целесообразность следующим образом входит в порядок нашего рассуждения. Если, согласно изложенному, все различия видов в природе и вся множественность индивидов относятся не к воле, а лишь к ее объектности и форме последней, то отсюда неизбежно следует, что воля неделима и всецело присуща каждому явлению, хотя степени ее объективации, идеи платоновские, очень различны. Для большей понятности мы можем рассматривать эти различные идеи как отдельные и простые в себе акты воли, в которых более или менее выражается ее сущность. Индивиды же — это опять-таки проявление идей, то есть названных актов во времени, пространстве, множественности. На низших ступенях объектности такой акт или идея сохраняет и в самом явлении свое единство, между тем как на высших ступенях он нуждается для своего проявления в целом ряде состояний и раскрытий во времени, которые лишь в своей совокупности завершают выражение его сущности. Так, например, идея, проявляющаяся в какой-нибудь всеобщей силе природы, всегда имеет лишь одно простое обнаружение, хотя бы оно и выражалось различно в зависимости от внешних условий. Иначе нельзя было бы показать его тождество, что производится удалением тех различий, которые вытекают из внешних условий. Так, у кристалла есть только одно жизненное проявление — его кристаллизация. Оно получает затем свое вполне достаточное и исчерпывающее выражение в застывшей форме, в трупе этой мгновенной жизни. Но уже растение выражает идею, проявлением которой оно служит, не сразу и непростым обнаружением, а в последовательных стадиях развития своих органов, во времени. Животное не только развивает свой организм подобным же образом, в последовательности часто весьма различных форм, метаморфоза, но и сама эта форма, хотя она и является уже объектностью воли на этой ступени, оказывается недостаточной для полного выражения его идеи. Последнее восполняется лишь действиями животного, в которых высказывается его эмпирический характер, одинаковый для всего вида. Только он, этот характер, является полным раскрытием идеи, причем оно предполагает определенный организм как свое основное условие. У человека же, у каждого индивида, есть особый эмпирический характер, который, как мы увидим в четвертой книге, доходит даже до полного уничтожения видового характера, а именно посредством самоуничтожения всех желаний. То, что в силу необходимого развития во времени и обусловленного этим распадения на отдельные поступки познается как эмпирический характер, это при отвлечении от временной формы явления предстает как умопостигаемый характер, по выражению Канта, бессмертной заслугой которого является проведение этого различия и изложение отношения между свободой и необходимостью. То есть, собственно, между волей как вещью в себе и ее явлением во времени. Умопостигаемый характер совпадает таким образом с идеей, или еще вернее, с изначальным волевым актом, который в ней раскрывается. В этом смысле, как проявление умопостигаемого характера, то есть вне временного, неразделенного волевого акта, надо рассматривать эмпирический характер не только каждого человека, но и каждого вида животных, каждого вида растений и даже всякой изначальной силы неорганической природы. Попутно я хотел бы обратить внимание на ту наивность, с которой каждое растение одной своей формой выражает и откровенно показывает весь свой характер, обнаруживает все свое бытие и желание, отчего так интересны физиономии растений. Между тем, чтобы познать идею животного, необходимо наблюдать его уже в его действиях и жизни. А человек требует глубокого изучения и испытания, так как разум в высокой степени делает его способным к притворству. Животное настолько же наивнее человека, насколько растение наивнее животного. В животном же мы видим волю к жизни как бы обнаженнее, чем у человека, где она настолько обличена познанием и к тому же прикрыта способностью к притворству, что ее истинная сущность выявляется почти только случайно и лишь временами. Совсем обнаженный, но зато и гораздо слабее, выражается она в растении, просто как слепое влечение к бытию без замысла и цели. Ибо растение открывает все свое существо при первом же взгляде и с полной невинностью, которая ничего не теряет от того, что половые органы, занимающие у всех животных самое скрытое место, оно выставляет на показ, на свои верхушки. Эта невинность растения основана на его бессознательности. Вина не в желании вообще, а в желании – сознательном. Каждое растение повествует прежде всего о своей родине, об ее климате и о природе той почвы, на которой оно произросло. Поэтому даже малоопытный легко распознает, принадлежит ли экзотическое растение тропическому или умеренному поясу и где оно произрастает – в воде ли, в болоте, на горах или на лугу. Кроме того, каждое растение высказывает еще специфическую волю своего рода и говорит нечто такое, чего нельзя выразить ни на каком другом языке. Попробуем теперь применить сказанное к телеологическому рассмотрению организмов, поскольку оно касается их внутренней целесообразности. Если в неорганической природе идея, которую повсюду надо рассматривать как единый акт воли, раскрывает себя тоже лишь в едином и всегда одинаковом проявлении, и можно поэтому сказать, что здесь эмпирический характер непосредственно сопричастен единству умопостигаемого характера и как бы совпадает с ним, почему здесь и не может обнаружиться внутренняя целесообразность. Если, напротив, все организмы выражают идею последовательностью развития одного за другим, обусловленной многообразием различных частей в их рядоположности, так что сумма проявлений их эмпирического характера выражает умопостигаемый характер лишь в их сочетании, то эта необходимость рядоположности частей и последовательности развития не уничтожает все-таки единство являющейся цели выражающегося волевого акта. Наоборот, это единство находит себе выражение в необходимом соотношении и сцеплении упомянутых частей и отдельных развитий друг с другом по закону причинности. Так как во всей идее, как и в отдельном акте, раскрывается единая, нераздельная и потому тождественная самой себе воля, то хотя ее явление и распадается на различия частей и состояний, оно должно все-таки вновь обнаруживать это единство в полной их согласованности. Это происходит в силу необходимого соотношения и зависимости всех частей между собою, благодаря чему и в явлении восстанавливается единство идеи. Вследствие этого мы признаем такие различные части и функции организма взаимными средствами и целью друг друга, а сам организм – конечной целью их всех. Следовательно, как распадение единой идеи на множественность частей и состояний организма, так и восстановление ее единства необходимым сочетанием этих частей и функций в силу того, что они суть причина и действия, то есть средства и цель друг друга. И то и другое свойственно не являющейся воле как таковой, вещи в себе, а только ее явлению в пространстве, времени и причинности. Все это – виды закона основания, формы явлений. Существенно только для него. Они принадлежат миру как представлению, но не миру как воле. Они относятся к тому способу, каким воля становится объектом, то есть представлением на данной ступени своей объектности. Кто проник в смысл этой, может быть, несколько трудной теории, тот вполне поймет учение Канта, сущность которого заключается в том, что как целесообразность органического, так и закономерность неорганического, вносится в природу только нашим рассудкам. Почему и та, и другая свойственны лишь явлению, а не вещи в себе? Упомянутое выше изумление перед неизменным постоянством закономерности неорганической природы по существу тождественно с тем изумлением, которое возбуждает в нас целесообразность органической природы. Ибо в обоих случаях нас поражает только зрелище изначального единства идеи, которая для явления приняла форму множественности и разнообразия. Что касается второго, по нашей классификации, вида целесообразности, а именно целесообразности внешней, которая проявляется не во внутренней экономии организмов, а в той поддержке и помощи, какие они получают извне, от неорганической природы и друг от друга, то она, в общем, тоже находит в себе объяснение в установленной только что теории. Ибо весь мир со всеми своими явлениями есть объектность единой и нераздельной воли, идея, которая относится ко всем другим идеям, как гармония к отдельным голосам. Почему такое единство воли должно обнаруживаться и в согласованности всех ее явлений между собою? Но эту мысль мы сможем уяснить гораздо лучше, если несколько ближе подойдем к проявлениям этой внешней целесообразности и взаимной согласованности различных частей природы. Такое исследование в то же время прольет свет и на предыдущее. И мы лучше всего придем к своей цели, рассмотрев следующую аналогию. Характер каждого отдельного человека, поскольку он всецело индивидуален и не заключен вполне в характер вида, можно рассматривать как особую идею, соответствующую самостоятельному акту объективации воли. Самый этот акт, с подобной точки зрения, является умопостигаемым характером человека, а эмпирический есть его обнаружение. Эмпирический характер всецело определяется умопостигаемым, который представляет собой безосновную волю, то есть в качестве вещи в себе неподчиненную закону основания в форме явления. Эмпирический характер в течение жизненного пути должен служить отпечатком умопостигаемого и не может быть иным, чем этого требует сущность последнего. Но эта обусловленность простирается только на существенные, а не второстепенные проявления жизненного пути. К таким второстепенным моментам относится ближайшее определение событий и поступков этого материала, в котором обнаруживается эмпирический характер. Они определяются внешними обстоятельствами, внушающими мотивы, на которые характер реагирует согласно своей природе, и так как мотивы могут быть очень различны, то с их влиянием должна сообразовываться внешняя форма проявления эмпирического характера, то есть определенный фактический или исторический строй жизненного пути. Строй этот может быть весьма различным, но сущность этого явления, его содержание, остается тем же. Например, неважно, ведут ли игру из-за орехов или из-за венцов, но обманывать ли в игре или играть честно – вот что существенно. Последнее определяется умопостигаемым характером, а первое – внешними влияниями. Как на одну и ту же тему может быть сто вариаций, так один и тот же характер может проявиться в ста очень различных жизненных путях. Но как бы разнообразны ни были внешние влияния, тем не менее, выражающийся в жизненном пути эмпирический характер должен, как бы он ни осуществлялся, точно объективировать умопостигаемый, приспособляя свою объективацию к наличному материалу фактических обстоятельств. Нечто аналогичное этому влиянию внешних условий на жизненный путь в существенном определяемый характером мы должны допустить, если желаем представить себе, как воля в изначальном акте своей объективации определяет различные идеи, в которых она объективируется. То есть различные формы всяких существ природы, по которым она распределяет свою объективацию, и которые поэтому в явлении необходимо должны быть связаны между собою. Мы должны допустить, что между всеми этими проявлениями единой воли произошло всеобщее взаимное подчинение и приспособление друг другу. Причем надо отбросить всякое временное определение, как это мы сейчас увидим яснее, ибо идея лежит вне времени. В силу этого каждое явление должно быть приспособляться к окружающим условиям, в которые оно вступало, а последние, в свою очередь, приспособлялись к нему, хотя во времени оно возникло гораздо позднее. И всюду мы наблюдаем это согласие в природе. Вот почему каждое растение соответствует своей почве и климату, каждое животное – своей стихии и добыче, которая должна его питать. И до известной степени оно тем или иным способом защищено от своего естественного врага. Вот почему глаз приспособлен к свету и его преломляемости. Легкие и кровь – к воздуху, плавательный пузырь – к воде. Глаз тюленя – к изменчивости его среды. Водоносные клетки в желудке верблюда – к засухе африканских пустынь. Парус наутилуса – к ветру, который гонит его раковину. И так можно идти все дальше и дальше, спускаясь к самым специфическим и удивительным проявлениям внешней целесообразности. Но при этом надо отвлечься от всяких временных отношений, так как последние могут затрагивать лишь проявление идеи, но не ее саму. Поэтому можно придать и обратную силу нашему объяснению. То есть не только допустить, что каждый вид приспособлялся к наличным условиям, но и что сами эти предшествовавшие по времени условия также сообразовывались с грядущими существами. Ибо во всем мире объективируется одна и та же воля. Она не знает времени, так как эта форма закона основания относится не к ней и не к ее изначальной объектности – идеям, а лишь к тому способу, каким они познаются приходящими индивидами, то есть к проявлению идей. Поэтому при нашем теперешнем рассмотрении способа, каким объективация воли распределяется в идеях, временная последовательность совсем не имеет значения. И те идеи, проявления которых согласно закону причинности, подчиняющему их себе как таковые, наступили во временной последовательности раньше, не приобрели через это никакого преимущества сравнительно с теми, проявления которых наступают позже. Наоборот, последние – это как раз самые совершенные объективации воли, и предшествующие должны были приспосабляться к ним в той же мере, что и они к предшествующим. Таким образом, течение планет, наклонение эклиптики, вращение Земли, отделение суши от моря, атмосфера, свет, теплота и все подобные явления, которые в природе тоже, что основной баз в гармонии, приспосаблялись в предвосхищение грядущих поколений живых существ, носителям и опорой которых они должны были стать. Точно так же почва приспосаблялась к питанию растений, растения – к питанию животных, последние – к питанию других животных, и наоборот, все последующие приспосаблялись к предыдущему. Все части природы сходятся между собою, ибо во всех них проявляется единая воля. Временная же последовательность совершенно чужда ее изначальной и единственно адекватной объектности. Это выражение объяснит следующая книга. Идеям. Даже и теперь, когда поколения уже больше не возникают и должны только поддерживать себя, мы еще встречаемся порой с такой простирающейся в будущее, собственно, как бы абстрагирующейся от времени предусмотрительной заботливостью природы, видим приспособление того, что существует к тому, что только еще должно наступить. Так птица строит гнездо для птенцов, которых она еще не знает. Бобер возводит жилище, назначение которого ему неизвестно. Муравей, хомяк, пчела собирают запасы для неведомой им зимы. Паук, муравьиный лев как бы с обдуманным коварством устраивают селки для будущей неизвестной им добычи. Насекомые кладут яйца туда, где будущее потомство найдет себе пропитание. Когда во время цветения женский цветок двудомной волеснерии развертывает спираль своего стебля, которая до тех пор удерживала его на дне воды, и этим подымается на поверхность, именно тогда мужской цветок, растущий на дне воды, отрывается от своего короткого стебля, жертвуя собственной жизнью, достигает поверхности и там, плавая по воде, отыскивает женский цветок. Последний же, когда оплодотворение совершилось, сокращает свою спираль и возвращается ко дну, где созревает плод. И здесь я должен вторично упомянуть о личинке самца жука-оленя, которая для своей метаморфозы прогрызает в дереве вдвое большее отверстие, чем самка, чтобы сохранить место для будущих рогов. Таким образом, инстинкты животных вообще лучше всего поясняют нам телеологию всей природы. Ибо подобно тому, как инстинкт в своей деятельности как бы руководится сознательной целью, вовсе однако ее не имея, так и все творчество природы похоже на руководимое сознательной целью, и однако вовсе ее не имеет. Как во внешней, так и во внутренней телеологии природы, то, что нам приходится мыслить как средство и цель, это повсюду есть лишь разделившееся во времени и пространстве для нашего способа познания явление единства, да то ли согласующееся с самой собою единой воли. Однако вытекающие из этого единства взаимное приспособление и подчинение явлений не могут устранить того изложенного выше внутреннего противоборства, которое присуще воле, и обнаруживается во всеобщей борьбе природы. Гармония простирается лишь настолько, чтобы сделать возможной устойчивость мира и его существ, которые без нее давно бы погибли. Поэтому она простирается только на сохранение видов всеобщих условий жизни, а не на сохранение индивидов. Если таким образом, благодаря этой гармонии и приспособлению, виды в органическом царстве и всеобщие силы природы в неорганическом существуют рядом и даже поддерживают друг друга, то, с другой стороны, внутреннее противоборство, объективированной во всех этих идеях воли, выражается в беспрестанной истребительной войне между индивидами названных видов и в междоусобной борьбе явлений, названных сил природы, как это показано выше. Театр и предмет этой войны – материя, которую они попеременно стремятся отторгнуть друг от друга, а также пространство и время, ведь последние, объединенные формы причинности, собственно, и составляют материю, как это объяснено в первой книге. Параграф 29 Я заканчиваю здесь вторую основную часть своего труда в надежде, что, насколько это возможно при первом изложении ни разу еще не высказанной мысли, которая поэтому не может быть вполне свободна от следов индивидуальности, впервые ее зародившей, в надежде, что мне удалось доказать следующее. Этот мир, в котором мы живем и пребываем, в своей сущности есть всецело воля и в то же время всецело представление. Это представление уже как таковое предполагает форму, а именно объект и субъект, и потому оно относительно. Если мы спросим, что остается по устранении этой формы, как и всех форм, ей подчиненных и выражаемых законом основания, то этот остаток, отличающийся от представления, не может быть ничем иным, кроме воли, которая поэтому и есть подлинная вещь в себе. Каждый сознает самого себя этой волей, в которой состоит внутренняя сущность мира, как он сознает себя и познающим субъектом, чьим представлением является весь мир, существующий в этом смысле только по отношению к сознанию субъекта, как к своему необходимому носителю. Таким образом, каждый в этом двойном смысле сам представляет собою весь мир, микрокосм, и полностью и всецело находит в себе самом обе стороны мира. И то, что он познает как свою сущность, исчерпывает и сущность всего мира, макрокосма. Мир так же, как и он сам, есть всецело воля и всецело представление, и больше нет ничего. Мы видим таким образом, что здесь совпадают между собою философия Фалеса, рассматривавшая макрокосм, и философия Сократа, рассматривавшая микрокосм, так как предмет обеих оказывается одним и тем же. Но большую полноту, а потому и большую убедительность, изложенная в двух первых книгах, обретает благодаря двум последующим, где, я надеюсь, найдут удовлетворительное решение и те вопросы, которые могли смутно или отчетливо встать перед нами в ходе предшествующего изложения. Пока же остановимся на рассмотрении одного из таких вопросов, потому что он, собственно говоря, может возникать лишь до тех пор, пока мы еще не вполне проникли в смысл предшествующего изложения, и именно оттого он может способствовать его усвоению. Он заключается в следующем. «Каждая воля – это воля к чему-нибудь. Она имеет объект, цель своего желания. Так чего же хочет, в конце концов, или к чему стремится та воля, которую представляют нам внутренней сущностью мира? Этот вопрос, как и многие другие, основан на смешении вещи в себе с явлением. Закон основания, видом его выступает закон мотивации, распространяется только на явление, а не на вещь в себе. Основание можно всюду указывать только для явлений как таковых, для отдельных вещей, но никогда его нельзя искать для самой воли или для идеи, в которой она адекватно объективируется. Так можно спрашивать о причине каждого отдельного движения или вообще изменения в природе, то есть о состоянии, необходимо вызвавшем это изменение, но никогда нельзя искать причины для самой силы природы, которая обнаруживается как в данном, так и в бесчисленных сходных явлениях. И совершенно бессмысленно спрашивать о причине тяжести, электричества и тому подобное. Только в том случае, если было бы показано, что тяжесть, электричество – это не изначальные и самобытные силы природы, а лишь способы проявления более общей, уже известной ее силы, только тогда можно было бы спрашивать о причине, о том, почему эта сила природы вызывает здесь явление тяжести, электричество. Обо всем этом подробно сказано выше. Точно так же у всякого отдельного волевого акта, познающего индивида, а сам он есть лишь явление воли, как вещи в себе, необходимо имеется мотив, и без него этот акт никогда бы не произошел. Но как материальная причина заключает в себе только определение того, что в это время, на этом месте, в этой материи должно совершиться обнаружение той или иной силы природы, так и мотив определяет лишь волевой акт познающего существа в это время, на этом месте, при этих обстоятельствах. Как нечто вполне частное. Но ни в коем случае он не определяет того, что данное существо вообще хочет и хочет именно так. Это есть проявление умопостигаемого характера, который безосновен в качестве самой воли, вещи в себе, как находящийся вне сферы закона основания. Поэтому у каждого человека постоянно есть цели и мотивы, которые руководят его деятельностью, и он всегда может дать отчет в своих отдельных поступках. Но если спросить его, почему он вообще хочет существовать, то он не нашел бы ответа, и даже самый вопрос показался бы ему нелепым. В этом недоразумении отразилось бы, собственно, сознание того, что он сам есть не что иное, как воля, воление которой вообще понятно само собою и нуждается в конкретном определении по мотивам только для своих отдельных актов в каждый момент времени. И действительно, отсутствие всякой цели, всяких границ относится к существу воли в себе, ибо она есть бесконечное стремление. Выше я уже коснулся этого при упоминании о центробежной силе. Проще всего это обнаруживается на самой низкой ступени объектности воли, а именно в тяготении, постоянное стремление которого при явной невозможности конечной цели бросается в глаза. Ибо если бы даже по воле тяготения вся существующая материя собралась в один ком, то внутри него тяготение, устремляясь к центру, все еще продолжало бы бороться с непроницаемостью в качестве твердости или упругости. Стремление материи можно поэтому всегда только сдерживать, но никогда нельзя его осуществить или удовлетворить. И так же обстоит со всеми стремлениями всех явлений воли. Каждая достигнутая цель опять становится началом нового стремления, и так до бесконечности. Растение от зародыша через стебель и лист доводит свое явление до цветка и плода, который, в свою очередь, служит лишь началом нового зародыша, нового индивида, опять проходящего старый путь, и так в бесконечности времен. Таков и жизненный путь животного, рождение – его вершина. Достигнув ее, жизнь первого индивида быстро или медленно клонится к упадку. Новый индивид служит для природы залогом сохранения вида и повторяет то же явление. Как на простой феномен этой бесперерывной борьбы и смены надо смотреть даже и на вечное обновление материи каждого организма, которое физиологи перестают теперь считать необходимым возмещением истраченного при движении вещества. Ибо возможный износ машины решительно не может быть эквивалентом для постоянного притока от питания. Вечное становление, бесконечный поток свойственен раскрытию сущности воли. То же, наконец, замечается и в человеческих стремлениях и желаниях. Они всегда обманчиво внушают нам, будто их существование есть конечная цель воли. Но стоит только удовлетворить их, как они теряют свой прежний облик, и потому скоро забываются. Делаются для нас стариной, и мы в сущности всегда отбрасываем их, как исчезнувшие призраки. Хотя и не сознаемся в этом. И наше счастье, если еще у нас осталось, чего желать и к чему стремиться, чтобы поддерживать игру вечного перехода от желания к удовлетворению и от него к новому желанию. Игру, быстрый ход которой называется счастьем, а медленный – страданием. Чтобы не наступило то оцепенение, которое выражается ужасной, мертвящей жизнь, томительной скукой, без определенного предмета. Вследствие всего этого, воля, там, где ее озаряет познание, всегда знает, чего она хочет теперь, чего она хочет здесь, но никогда не знает, чего она хочет вообще. Каждый отдельный акт ее имеет цель. Общее же желание таковой не имеет, подобно тому, как всякое отдельное явление природы определяется достаточной причиной для своего наступления в данном месте и в данное время. Не имеет же причины раскрывающаяся в нем сила вообще, ибо последняя – это ступень проявления вещи в себе, безосновной воли. Единственное самопознание воли в целом – это представление в целом, весь наглядный мир. Он есть ее объектность, ее откровение, ее зеркало. То, чем показывает он себя в этом качестве, составит предмет нашего дальнейшего размышления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова